МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьные столовые Бийска получили новое оборудование. В учреждениях образования заменят жарочные и духовые шкафы, плиты, холодильники, тестомесы и другое технологическое оборудование. Одна из школ, которая получила обновки, 17-я. Кстати, это единственное в Бийске учебное заведение, которое с нового учебного года самостоятельно кормит учащихся, без привлечения оператора. И пока нареканий нет. Коллектив с поставленной задачей справляется. Эксперимент уже можно назвать удачным. А сейчас в школе появилось и новое оборудование. Заменили пять холодильников, тестомес, плиту, жарочный шкаф, гастроемкости, столы, раковины. В дальнейшем здесь намерены создать салатный цех, оформить раздачу, установить холодильную витрину, чтобы было красиво и современно. Как пояснили городские власти, в этом году чиновники посмотрели, как и чем оснащены столовые. В итоге пришли к выводу, что нужно заменить больше 120 единиц оборудования и часть мебели. На такую модернизацию было выделено почти 8 миллионов рублей. Это и средства правительства Российской Федерации, и Алтайского края, и городские полученные деньги по линии Наукограда. Напомним, что в сентябре глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко заявил, что в большинстве учебных заведений нашего региона изношено оборудование в столовых, а некоторые помещения нуждаются в ремонте. Не доглядели, в Бийске произошел несчастный случай. Собака набросилась на ребенка. На помощь девочке пришли соседи. О том, как судьба ребенка оказалась в руках чужих людей, далее в сюжете. Несчастный случай произошел в одной из квартир дома в районе Зеленого Клина. По словам очевидцев, девочка вместе со старшим братом и дядей пришли в гости к знакомым. У них была собака. Изначально животное заперли на балконе, а позже запустили в комнату. Как нам сообщили родственники, девочка подошла к псу и, видимо, хотела с ним поиграть. Однако в ответ животное проявило агрессию. Собака укусила девочку. Увидев кровавую картину, брат с криками выбежал в подъезд. Я работаю на первом этаже, вышла на шум, крик ребенка. Ребенку примерно лет от 8 до 10 кричал, говорил маме в телефон, что младшую сестру укусила собака за лицо. Я попросила мальчика, покажи, где ребенок. То есть девочка трехгодовалая, зайдя в квартиру, увидела, что группа лиц из одной женщины и двух мужчин распивают спиртные напитки. Ребенок корчился на полу, потом соскочила, побежала, все лицо было разорвано. Была разорвана левая сторона, щеки, верхние челюсти, верхняя губа. Группа лиц продолжали распивать напитки, до ребенка дела не было. Как рассказывает Надежда Старченкова, она лично на руках выносила ребенка из квартиры для того, чтобы оказать помощь. Однако дядя девочке препятствовал этому. Он не хотел, чтобы о случившемся кто-либо узнал. На помощь пришли соседи. В итоге на место вызвали полицию и скорую помощь. После чего с рвана укушенные раны ребенка доставили в центральную городскую больницу. Как нам сообщили соседи, это уже далеко не первый подобный случай. За два года пес покусал еще несколько человек. Десять этажей, все люди боятся, на детей кидаются. Девушке плащ порвала, парню палец откусила, другому мужику ляжку откусила. На меня чуть не кинул, девочку вот это изранили. Разве так можно? Это же, это абсурд полный. Ну давайте тогда мы все выселимся, заселяйте собак. После массового протеста соседей и последнего случая с ребенком, хозяйка вынуждена была отдать свою собаку в приют для животных. Теперь четвероногий будет жить здесь. По словам волонтеров, пес ведет себя адекватно, на людей не бросается. Насколько нам известно, собака жила в частном секторе. То есть она всю жизнь жила на цепи, потом хозяин собаки, когда переезжали, они ее просто забрали с собой. То есть это нормальный охранник. Ну и кусалась она только на своей территории. То есть около дома своего она никого не кусала. Именно в квартире и около квартиры. Вот так судьба ребенка и дворового пса оказалась в руках неравнодушных людей. Девочки своевременно оказали первую помощь. С ней все в порядке. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев. Будни. Режим самоизоляции для людей старшего поколения в Алтайском крае продлили до середины ноября. А тем работодателям, у кого есть возможность, рекомендовали перейти на удаленный режим работы. Некоторые компании БИИСКО, как нам стало известно, тоже намерены перевести сотрудников на удаленку. Такое решение принято в связи с тем, что в регионе растет число заболевших COVID-19. Кроме того, для людей старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 14 ноября. Пожилым людям, как и гражданам с хроническими заболеваниями, выходить на улицу запрещается. Кроме как в аптеку, магазин или в больницу. Перевалило за сотню. За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 101 новый случай заражения COVID-19. Также зарегистрировано 9 смертей. Из них 4 от коронавирусной инфекции. Что касается положительной динамики по краю, выздоровело 45 пациентов. Итак, в БИИСКе плюс 6 инфицированных. Кроме того, новые случаи зафиксированы в БИИСКОМ районе. Там плюс 9 человек, у кого лабораторно подтвердили COVID-19. В Смоленском районе плюс 1. По-прежнему лидирует краевая столица. За минувшие сутки в Барнауле выявили 61 новый случай. На данный момент на лечении находятся 1190 человек. Под меднаблюдением и на самоизоляции 4222 человека. Мы видим рост обращаемости по неотложной помощи, на скорую помощь. Рост именно заболеваемости и как необходимость ответа на это. Работы со стороны медицинских организаций. Привлечение нового персонала. Поэтому эту работу мы будем целенаправленно, очень точечно возобновлять и где-то ограничительные мероприятия вводить заново. В эфире информационная программа «Будни» и вот о чем мы расскажем далее. Приглашаются все желающие. В виске пройдет большой осенний субботник. Доход не выходя из дома. И как бейчане зарабатывают себе на жизнь с помощью интернета. Выгодное предложение от магазина «Ермак». Новая зимняя коллекция курток и пуховиков по ценам прошлого сезона. Без переплат. Митрофаново, 35, остановка «Вокзал». Досрочная подписка на 2021 год продолжается. Подпишись на газету «Бийский рабочий» по сниженной цене. Подробности по телефону 317-004. Вместе на доброе дело. Завтра, 3 октября, в Бийске состоится большой осенний субботник. Организаторы намерены очистить от мусора береговую линию в районе Зеленого Клина. Дорогие жители нашего города, приглашаем вас 3 октября в 12.00 на осенний субботник, который состоится на пляжной зоне Зеленого Клина. Встречаемся за торговым центром «Ривьера» у нового парка. С собой по возможности иметь перчатки и, конечно, хорошее настроение. После летнего сезона пляжная зона в районе Зеленого Клина находится не в самом лучшем состоянии. Отдыхать культурно умеют не все жители Наукограда. Некоторые после себя прямо на берегу оставляют много мусора. Здесь разбросаны полиэтиленовые пакеты, различные упаковки, пластиковая тара, немало и разбитых бутылок. 3 октября в районе Зеленого Клина состоится большой осенний субботник. В нем примут участие депутаты, представители предпринимательского сообщества города, общественники, а также жители микрорайона. Присоединяйтесь и вы. Необходимый инвентарь выдадут на месте. По возможности возьмите с собой перчатки. Общий сбор в 12 часов у строящегося парка за торговым центром «Ривьера». После плодотворной работы будет небольшая развлекательная программа и чаепитие. Не дня без интернета. С каждым годом всемирная паутина охватывает все больше людей разных возрастов. По всему миру интернетом пользуются порядка 4 миллиардов человек. Компьютерная сеть охватывает разные сферы жизни. В том числе одним из популярных направлений является работа. Более подробно в нашем следующем материале. Сегодня интернетом никого не удивишь. Где бы вы ни находились, вы можете спокойно оплатить услуги и товары, заказать билет на поезд и общаться с родными и близкими, если вы на расстоянии. Или, например, узнать, что осадков сегодня не будет и зонтик можно не брать. Но если раньше интернет был просто площадкой для развлечений, то сейчас для многих это работа. Диана Рожкова по профессии экономист. Связывать жизнь с финансами не стала. Ее основным источником дохода стало детское увлечение. По призванию она дизайнер. Реализует различные творческие проекты и делает это онлайн. Огромный поток информации, огромная, точнее, база информации на любую тему, которую можно найти. Та же работа без проблем находится. Обучение, онлайн обучение. Нет, интернет это очень хорошо. Я без интернета свою жизнь не представляю. Это моя работа, это мой отдых, мое хобби, развлечения. В основном большую часть нашей жизни дома занимает интернет. Потому что мы и работаем там, и смотрим вечерами видео, тоже все в интернете. Алексей, муж Дианы, долгое время работал по найму. Но потом принял решение работать на себя и тоже из дома. Говорит, удаленка сейчас очень востребована. Давайте сейчас на согласование вышли вам несколько вариантов. Сейчас на почту вам тогда скинем. И там по правкам уже с вами поработаем. Все, отлично. Я не представляю жизнь без интернета, просто потому что это уже часть моей жизни. Это уже и хобби, и работа, как мы выяснили. Это уже и связь с роднёй, с друзьями. Интернет это не только моя работа, это так еще и мое хобби, мое развлечение, мой отдых. То есть, в принципе, наверное, большую часть дня, большую часть суток я провожу в интернете. Многие, независимо от возраста, не представляют жизнь без интернета. По последним данным, только в России глобальной сетью пользуются больше 100 миллионов человек. И это не только молодежь, но и люди старшего поколения. Наталья Жуланова на пенсии и уже больше 10 лет зависает в интернете. Здесь она узнает все последние новости, общается с подругами и даже товары заказывает онлайн. Цветы заказывала, они ко мне приходят. Все это через почту, через транспортные компании. Все это только через интернет можно сделать. Поэтому без интернета мы никуда. Наталья Викторовна – уверенный пользователь ПК. Записаться на прием к врачу, лайкнуть фото в одноклассниках, посмотреть новости бийского телевидения на Ютюбе – для нее это на раз-два. Для полного счастья осталось освоить Инстаграм – одну из самых популярных соцсетей. Это большая польза, это большой мир. Это очень-очень нужно. Особенно, вот если пожилые, например, им с детьми как-то… Дети сейчас без интернета у нас никуда. Чтобы с ними как-то наладить контакт, ну, не знаю, бабушкам, дедушкам, надо как-то за ними подтягиваться, мне кажется, надо немножко это осваивать дело. Сегодня сложно представить жизнь современного человека без интернета. Главное – пользоваться всемирной сетью с умом. Алина Бей, Андрей Сегаев, Будни. Согласно статистике, в среднем россияне ежедневно проводят в интернете порядка семи часов. Люди уже не представляют свою жизнь без всемирной паутины. Наша съемочная группа узнала у бийчан, а как часто они пользуются интернетом. Да, пользуюсь. Но в основном у меня мобильный интернет. Дома нету Wi-Fi, в принципе, он мне не нужен. А мобильным интернетом пользуюсь. Я думаю, сейчас каждый современный человек пользуется мобильным интернетом. На работе? Работаю. Постоянно с интернетом, каждый день, днем и ночью. Да, конечно, из-за этого состоит наша жизнь. Мы постоянно в интернете находимся, мы что-то ищем, учеба, все состоит из этого. Даже билеты в кино элементарно тоже заказываем в интернете. Да, каждый день. И в телефоне, и в компьютере, и вот на рабочем еще планшете. А какими соцсетями пользуетесь? Да, вы сам только инстаграм. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Алейск зернопродукт» имени Старовойтова. Это мощный зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим циклом от переработки зерна до производства и упаковки продукции. Кто самый главный в семье «Алейка»? Тот, у кого внутри секрет. Тот, кому все рады. И кто соберет всех за одним столом. Добрая мука «Алейка». «Алейка» – дружная семейка. Итак, завтра, 3 октября, в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый, а атмосферное давление высокое. Влажность воздуха утром и вечером тоже будет завышенной. Магнитосфера спокойная. Ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 8, плюс 10 градусов. И это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Счастливо, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»